Каждый день они охраняют гродницев от опасностей и обеспечивают порядок в нашем городе. Сегодня сотрудники ОВД администрации Ленинского района подвели итоги оперативно-служебной деятельности за прошедшее полугодие. За это время снизилось количество заявлений от граждан, а также эффективно прошла работа по коррупционной направленности. Не так остро стоит и ситуация с наркотиками. На это повлияла не только обширная профилактическая работа, но и вступление в силу декрета номер 6 президента Республики Беларусь, в котором ужесточили уголовную ответственность за нелегальный оборот наркотиков. Эти полгода не прошли просто так для системы органов внутренних дел, в частности для ленинского рода. Мы добились, конечно, определенных результатов, в частности по изъятию спиртосодержащей жидкости. Мы изъяли около 10 тонн нелегальной спиртосодержащей жидкости. Мы хорошо сработали по изъятию товарно-материальных ценностей, которые изъяты гражданским оборотом и на которых нет соответствующих документов. Около 7,5 миллиарда рублей. У сотрудников ОВД Ленинского района уже стала традицией благодарить граждан, которые вовремя вызвали милицию и способствовали раскрытию преступлений. Юлия Новогродская, благодаря своему чувству справедливости, помогла милиции поймать преступную группировку. Однажды вечером она возвращалась домой по улице Тавлая и, выходя из магазина, заметила драку. Женщина не смогла безучастно пройти мимо. Позвонила в милицию. Знаете, я педагог по образованию, это уже клишер, поэтому несправедливость она как-то цепляет. И просто вмешалась, думала, что разойдутся, но не разошлись, стали бить ногами в лицо лежащего человека. Очень быстро сработали, задержали тех, кого били, нашли тех, кто бил, нашли тех, кого били. И оказалось, что просто люди были замечены еще на ограблении с ножом. На собрании были обозначены и направления, над которыми надо усиленно работать. Например, будут повышены требования к качеству работы сотрудников ОВД, а также большее внимание уделено раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. На собрании также были поставлены задачи на ближайшее полугодие. Первая задача я ставлю – это защита экономических интересов государства. Поэтому отдел АБ будет направлен на их работа непосредственно на защиту экономических интересов. Ну и остальное, конечно же, немаловажные такие направления, как борьба с пьянством, с ранее судимыми и несовершеннолетних. Вот эти четыре направления мы будем придерживаться на второе полугодие. Основные задачи для сотрудников ОВД остались неизменными – обеспечивать порядок в городе и добросовестно работать. Тогда и преступников меньше станет, и доверие населения к милиции возрастет. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.